Доброе утро, драгоценное! Всех приветствую на Духовном Завтраке! Хочу вспомнить историю, которая описана в Евангелии, она в 4 главе, про Самарянку, когда Иисус консультировал или проповедовал, или служил женщине, которая пришла к колодезю, у которого он сидел. И там завязался диалог про воду, и вот он говорит такие слова. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечной». В древнее время живой водой называли какой-то ручей, который образовывался в результате родника, то есть подземных вод. Вода, она прорывается на поверхность земли в результате того, что внутри земли, внутри вот этих озер, которые находятся в земле, под землей, создаются давления, в результате чего вода поднимается на поверхность. Итак, о чем же я хотел сказать? О том, друзья, что Христос дает нам воду, и эта вода внутри нас, она может сделаться источником для других людей, чтобы люди могли напить святой воды, которую получаем мы от Бога. Так вот, чтобы этот источник из нас бил, внутри нас должно создаться давление, чтобы эта вода, она вырвалась наружу. Как создать это давление? Ну, наверное, ответ простой. Исполняться Духом Святым, наполняться водой, жаждать Бога. Как-то раз Иисус стоял и сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Так вот, друзья мои, мое послание сегодня такое. Нам необходимо жаждать. Жаждать для того, чтобы вода живая, она наполняла нас изнутри, создавала там давление и вырывалась наружу, чтобы еще очень много людей могли напиться этой водой. Итак, друзья, весь успех в твоем служении, в твоей жизни, в твоей проповеди, он исключительно из того, насколько внутри тебя создается давление живой воды. И как только оно будет максимальной, потоки живой воды хлынут из нашего чрева, потекут по улицам этого города и будет напаять всякого жаждущего человека. Давайте будем исполняться Духом, наполняться Богом, создавать внутри себя давление и служить этой водой людям, которые будут попадаться и встречаться на нашем пути. Благослови всех, Господь, твоим искусством. Да. Аминь. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»